Святой и ученый с мировым именем, он же покровитель дальневосточников, церковь отметила память равноапостольного Иннокентия Вениаминова, духовного отца графа Муравьева-Амурского. Служба в домовом храме-семинарии. Он освящен в честь апостола Дальнего Востока и Аляски. Стены расписаны эпизодами из жизни святителя. Вот он проповедует Алиутам Евангелие, вот учит местных жителей ремеслам. Иннокентий Вениаминов был прекрасным плотником, свое умение передал и аборигенам. Батюшка проповедовал за тысячи километров от Родины. В XIX веке он был единственным из священников, кто выразил желание нести Слово Божие на дальних Алиутских островах. Он 16 месяцев вместе с семьей, преодолевая болотистые, южные местности, добирался до этой земли. Вместе с семьей святитель Иннокентий поселился в тесной юрте. Однако трудные условия не помешали пастырю просветить Алиутов светом Христовой истины. Так, в течение 10 лет пребывания на острове Уналашка, он крестил всех его жителей. Благодаря этому стали изживаться страшные языческие обычаи, например, убийство рабов при погребении знатных лиц. А еще батюшка дал местным жителям письменность, создав азбуку. Перевел он на местный язык и священные книги. Святитель нес Слово Божие и в Хабаровском крае. Кстати, прославился и в качестве ученого. Так, он создал первые учебники для малых народов, составил подробную записку об Амуре. В ней доказал, навигация по реке возможна, как возможно и заселение ее берегов. Вместе с графом Муравьевым Амурским святитель участвовал в сплаве. Вместе называли и поселение. Так появились Троицкое, Богородское, Мариинское. Говорят, ступала нога равноапостольного владыки и на Хабаровскую землю. Кстати, в кафедральном соборе города теперь находятся его мощи. Правая рука, которая благословляла губернатора Восточной Сибири на добрые дела. Очень много суеты. И вот эта суета, она как раз поглощает. Порой бывает, что поглощает. И вот, когда приходишь на богослужение, каждый раз просишь, чтобы вот эта вот суета как-то уменьшила, что ли, вот как будто водой окатили, и все снова хорошо. К этой службе студенты готовились в течение года. Учили древнерусские распевы, застремились, чтобы 20 голосов певчих выстроились стройными аккордами. День для студентов особый. Святитель Иннокентий является покровителем и их учебного заведения. В праздник семинаристам-новобранцам выдали подрясники. Знак того, что они приняты в апостольскую семью. Ведь ношение подрясника человека обязывает к строгости. И потом это немножко повышает статус. Вы должны думать, как Христос. Учиться думать, как Христос. Учиться чувствовать, как Христос. Учиться видеть людей, как Христос. Учиться относиться к ним, как Христос. Учиться жертвовать собой, как Христос. Семинаристы признаются, помощь святителя ощущают, особенно часто просят посодействовать в учебе, а она сложна, только языков здесь изучают пять. Надеются, не оставят их равноапостольной владыкой в будущем. Так не исключено, что некоторым пастырям придется служить на дальних приходах, куда добраться можно лишь на вертолете да по воде. Ничего общего. Многие люди стали проводить параллель между Блаженной Матроной Московской и Вангой. Первую церковь прославила как святую. Кем же является вторая? Меня заинтересовала личность Ванги достаточно давно, это было лет 13 назад, как раз в то время, когда очень активно люди интересовались миром непознанного, узнавали об НЛО, магах. Я не стала разбираться в аспектах того, от кого у нее эта сила, а стала разбираться в вопросах того, что она могла. Юлия – журналист. Личность Ванги ее заинтересовала до того, как хабаровчанка пришла в православие. Однако, обретя истинную веру, девушка решила разобраться, кем же на самом деле является так называемое ясновидище. Подозрительных эпизодов в жизни Евангелия Гущеровой оказалось немало. Известно, однажды к ней пришел епископ Нафанаил, взяв с собой частичку животворящего креста, того самого, на котором был распят Господь. Ванга была слепой, и она не могла видеть, что это. Когда епископ вошел, то есть она ощутила, что кто-то вошел, хотя была огромная толпа, там постоянно у нее были очереди, шум, и она начала кричать, чтобы человек ушел. Этот человек, который вошел, и она кричала, что он держит в руках это, что я не могу в его присутствии чувствовать себя хорошо. То есть на нее святыни действовали, как... То есть она была, ну, по меньшей мере священники говорят, что это одержимость. Также Ванга говорила и о том, что если она пойдет в церковь к Богоматери, то потеряет свою силу. Сейчас имя слепой женщины нередко звучит в средствах массовой информации. Авангелий Гущеровой даже сняли сериал. Те, кто рисует положительный образ так называемой ясновидящей, говорят, ведь она же построила храм. Кощунственное изображение святых. Мы с вами видим неестественное положение тел. Не больше напоминает какие-то картины из преисподней. Не пугайтесь, это и есть тот самый храм. Фотографии сооружения поместил у себя на страничке в социальных сетях известный российский адвокат Александр Карелов. Он побывал в Болгарии и зашел в так называемый монастырь, возведенный на деньги ясновидящей. Мы увидели иконостас, за которым находится алтарь, и вот здесь вот такие изображения святых, если так можно сказать. Очевидно, что здесь живописец хотел изобразить Пресвятую Богородицу, здесь лик Спасителя. И мы можем обратить внимание на икону Святой Троицы, которая обычно располагается над входом, над царскими вратами. То есть здесь тоже проглядываются силуэты трех ангелов, но они, конечно, больше напоминают каких-то мертвецов. А вот православные канонические образа почему-то находятся на полу. Кстати, в так называемом храме на почетном месте красуется портрет Ванги. Вот так, как говорится в Евангелии, по плодам их узнаете их. И многие люди, которые находились в то время в храме, отмечали то, что было как-то не по себе. То есть было очень жутко. И после этого мой знакомый отправился в православный храм, чтобы там немного прийти в себя. В 90-х годах болгарский епископ Нафанаил пытался вразумить Вангу, так как она в своих беседах с людьми пыталась отвратить их от церкви. В то время была большая тяга людей к мистическому, потому что люди изголодались по духовной пище. И вот в этот момент, чтобы отвадить людей от церкви, от истинной церкви, от христианства, и был создан вот этот псевдо-мистический проект, псевдо-религиозный проект, главным действующим лицом которого была лжепророчество Ванга. Выразил свое мнение по поводу ясновидящей и известный российский сектовед Александр Дворкин. По выводам ученого, Ванга была колдунью, контактировала с темными силами. Даже выходили такие, на взгляд некоторых, резкие книги, в которых действительно священнослужители написаны эти книги, в которых высказывались о том, что Ванга непосредственно она ведьма или колдунья. Люди поговаривают, Ванга же предсказала. По словам священников, достоверных сведений о том, что ее так называемые пророчества сбывались нет. А вот о несбывшихся известно. Так она убеждала нашего политического обозревателя, впоследствии посла России в Израиле Александра Бовина, в том, что в 1973 году Советский Союз в течение месяца введет войска в Чили. Тот не поверил и правильно сделал. Кстати, представители духовенства предостерегают людей. Ходить к так называемым ясновидящим за предсказаниями опасно. Что самое страшное, происходит так, что сбываются слова отчасти из Евангелия. «По вере вашей будет вам». То есть человек это поверил, но это вера не вера в Бога, а вера, которая человека отвращает от Бога. И вот по его вере сатана, как обезьяна Бога, он может устроить так, что человек удастся. И очень страшно бывает так, что человек после ухода от целителя, он находится в уныне, потому что ему что-то сказал этот целитель, что-то плохое, чего на самом деле в его жизни бы и не произошло, если бы он в этого не поверил. Таких лжепророков сейчас немало, стоит заглянуть в ближайшую газету. Люди обольщаются тем, что у целителей в домах и кабинетах приема стоят иконы, имеется ладан да святая вода. Очень важно знать то, что сатану часто называют обезьяной Бога. И вот все эти внешние признаки часто служат для того, чтобы отвлечь человека от Бога. Казалось бы, вот есть и иконочка, и эта целительница даже может прочитать на тобой какие-то молитвы. Но на самом деле эти молитвы, они обращены не к Богу. А в этих молитвах, если в них прислушаться, очень часто опускаются имена Господа, имена Пресвятой Богородицы. Проблема не только в том, что вот этот орел святости, который есть на Матроне Московской, автоматически переключается на вангу, кой она святой, естественно, не является. Здесь еще опасность того, что саму Матрону Московскую, как святую, воспринимают так же, как некого целителя. И нередко в этих очередях ты слышишь какие-то странные вещи о том, с какой ноги лучше подойти к святой, в какое место приложиться к иконе, чтобы у тебя было все хорошо. По-настоящему верующий человек никогда не будет вести людей к себе. Так невозможно сравнить с магами да целителями святую Матрону Московскую. Скромную, смиренную, ту, что, будучи слепой и парализованной, с благодарностью несла свой крест. Она никогда не превозносила себя, а всех, кто к ней обращался, вела к Господу Богу, Христу. Вся жизнь ее была связана с церковью. Доказаны и тысячи фактов чудес. Кстати, помощь Матронушке люди продолжают получать и после ее блаженной кончины. Мы даже молитвы такой не имеем, которые имеют святые. И они имеют действительно великое дерзновение к Богу и ближе к престолу Божьему, чем мы. Верующий человек, церковный человек, он никогда не будет брать на себя такую дерзость и исцелять человека. Потому что верующий человек знает о том, что главный наш исцелитель – это Господь Иисус Христос. И главная больница – это церковь, куда человек может прийти, где может получить прощение своих грехов в таинстве и исповеди, где он может причаститься во здравие души и тела. А те люди, которые дерзают на себя целить и исцелять людей у себя на дому или где-то еще, эти люди, они понесут перед Богом очень большое наказание. Потому что своими действиями они отталкивают человека от церкви. Что же касается сравнения Матроны с Вангой, вопреки домыслам, похожие женщины были разве лишь фактом физической слепоты. Да и той в Царстве Небесном нет, потому что на некоторых иконах блаженная Матронушка изображается с открытыми глазами. У престола Божьего она предстоит зрячей. 40% мужчин в современной России к 30 годам ни разу не побывали в официальном браке. Таковы данные статистики. При этом у многих в почете так называемые свободные связи. Среди аргументов жители и жительницы страны приводят такой. Сексуальный инстинкт естественен для человека. Его нужно удовлетворять так же, как потребность в пище и воде. В беседе с митрополитом молодые люди примерили на себя роли сторонников подобной идеи и противников. Так все же, зачем же сдерживать себя? У человека возникает естественное желание, ну, притяжение к противоположному полу. Ну, в будущем, если говорить в браке, очень важной составляющей брака является сексуальная жизнь пары. Поэтому я считаю, что вступать в брак уже должна быть пара, которая, скажем, имеет определенный опыт. Получается, ты хочешь девушку, которая уже нагулялась. И, то есть, тебя не смещает, какое количество парней будет у нее доступа. Количество смещает. В кафе сходим, музыку послушаем, посидим. Встретив девушку, все-таки надо, наверное, попробовать, ну, потенциальная будущая невеста и жена, я думаю, что с ней надо попробовать все-таки, насколько она, скажем, тебя устраивает в сексуальном плане. Для того, чтобы впоследствии, ну, если все в порядке, как бы, ну, это тоже какая-то гарантия успешного, крепкого брака. Сделать популярным внебрачные отношения пытались в свое время и строители коммунизма. Так Фридрих Энгельс писал, в каждом крупном революционном движении вопрос о свободной любви выступает на первый план. Для одних это революционный вопрос – освобождение от старых традиционных уз, переставших быть необходимыми. Для других – охотно принимаемое учение, удобно прикрывающее всякого рода свободные и легкие отношения между мужчиной и женщиной. В СССР подобные эксперименты закончились развалом множества семей, просто венерических заболеваний и миллионами абортов. Кстати, последние декретом Ленина были узаконены. Я как работник ЗАГСа вам скажу, что семейная статистика с каждым годом становится все хуже. Потому что если был период, когда там, скажем, на 100 браков приходилось 50 разводов, это в 70-е годы, то 90-е годы – это уже на 100 браков 70 разводов. Это уже рождение детей в семьях. Две трети семей не оформляют отношения, но рожают ребенка. Врачи везде говорят, везде пишут, что отсутствие интимной жизни у мужчин влечет как раз-таки с большей долей вероятности такие последствия. В итоге у нас сейчас, после того, как и сексуальная революция, большинство моих знакомых не могут заболевать. Врачи ничего не изыскали почему-то. Ну а с библейской точки зрения это именуется блуд. То есть вступление в добрачную связь – это блуд. А блуд – это и есть грех. Ну то есть смертный грех, да. И очень интересный стих. Сам Христос, Бог наш, говорит о том, что блудники, блудники, да, то есть такое общее собирательное понятие, блудницам тут не имеют в виду. Ну я думаю, что здесь речь идет и как о лицах женского пола, так и о лицах пола мужского. Царствия небесного не наследует. Так вот, с такими я не танцую. Вы пари! Скажи, я сейчас летю. Есть исследования американские, которые показывают, что у них же введен предмет, обязательный как-то там о половом созревании, ну об отношениях. И чем больше им рассказывают про это, может быть им не пропагандируют, но им рассказывают, и тем больше дети, ну там, уже в школьном возрасте такой жизнью живут. Американцы, ну я слышал, точку зрения, обратились к тому, что свернули эту программу раннего полового созревания. Они свернули эту программу, потому что появилось движение Child Free, это сказалось не только на нравственном состоянии общества американского, но и на детонрождение, демографии, производительности, и в конечном итоге прибыль. Вот, ну как один из аргументов, факт. Некоторые ученые зарубежные, так и наши, выдвинули такую интересную гипотезу. Физиология человека устроена таким образом, что чем больше половых партнеров у человека до брака, тем больше вероятность того, что его дети могут быть похожи на одного из них. То есть, де-факто это что означает? Тебе девушка, допустим, рожает ребенка, и ты знаешь, что это и твой ребенок, что это она его мама, но ты видишь, но ребенок начинает взрослеть, ему становится там 5-10 лет, и вы видите, что отчет этот ребенок на меня не похож. Ну вот, ребят, вполне конкретный вопрос. Вот вы, люди наверняка сейчас современные, информационные, то есть вы в один прекрасный момент включаете телевизор и узнаете, что эта гипотеза доказана. Все, в научном мире она доказана, это догма. Вы поменяете свою точку зрения? Это будет весомый аргумент. А вы и есть то новое начальство, которого все так боятся, да? Ну уж, не такой я страшный еще. Я тоже так думаю. А головной убор, между прочим, так не носят. Да, у человека есть инстинкты. Да, они даны ему Богом. Но ведь Господь создавал человека не для того, чтобы он просто существовал. Просто вот прожил жизнь, исчез, и больше его не было. Господь создавал человека с какой-то определенной целью. И все, что он ему дал, это существует именно для этой цели. Мы сейчас не будем говорить, какой. Это другой вопрос. А следовательно, и инстинкты тоже даны человеку с какой-то целью. Есть инстинкты, которые касаются лично меня. Это инстинкт поддержания моей жизни. Для этого мне нужно кушать. Это меня касается. Если не буду кушать, я, конечно, умру. И цели своей жизни не достигну. Есть инстинкт употребления воздуха, отдыха, воды. Если не буду им следовать, если не буду их слушаться, я их тоже умру и цели своей жизни не достигну. Тело мое умрет. Я, конечно, их могу использовать, извращать их вот как с пищей, да. Могу кушать только для того, чтобы наслаждаться пищей. Но тогда я превращусь очень быстро в животное. Кстати, животное кушают только для того, чтобы поддержать жизнь. А есть инстинкты, есть влечения здоровые, правильные, вложенные в нас Богом, которые касаются не меня лично, а моего взаимоотношения с другим человеком. Это инстинкт телесный. Когда человек невинен в телесном отношении, но это чувствуется. Когда женщина вступает в интимную связь, то от нее уходит какая-то светлость, и вот это прям чувствуется, когда общаешься. Но ведь человек-то не животное. У каждого человека, и у меня, и у вас тоже, есть не только тело, которое чего-то требует, есть еще и душа. А есть еще и дух. И когда я вступаю в отношения с другим человеком, наши взаимоотношения, они должны обязательно строиться не только на телесных инстинктах, и не столько на телесных инстинктах. Ведь у нас еще есть к каждому человеку и вообще к людям желание не только удовлетворить свои телесные потребности. Вот представьте себе, мы с вами даем возможным молодому человеку и девушке только телесные инстинкты удовлетворять. Только. Вот удовлетворили, мы их сразу устраняем, в какую-то, скажем, изолируем их, и они там живут до тех пор, пока снова инстинкт не возникнет. Долго они так смогли прошли или нет? Нет, не долго. Вот объясни мне, почему так? Ведь всех любят. И Катьку, и Надю. И даже Тоську. Одна я как проклятая. Что, я хуже всех, что ли? Ну уж ты бы помолчала, тебе это жаловать. Я бы с вами только время проводить. А как жениться или полюбить кого по-настоящему, так найдут себе какую-нибудь Машу или Дашу. Вот, или я к Тоське перебежал. Жениться даже хочет. А что в них хорошего-то, что? Ведь и смотреть-то не на что. Молодому человеку и девушке хочется общения. Хочется поговорить. Хочется поделиться своими какими-то впечатляемыми мнениями. Хочется услышать то, что думает другой человек. Подтверждение своим взглядом. Хочется единомыслия, хочется единочувствия. Это уже душевная потребность, душевного общения. А есть еще более высокие. Это не инстинкты, нет. Это более высокое духовное состояние, которое называется любовью. Я все духнула в рот люди про настоящую любовь. Сказочку красивую сочинили, чтобы веселее жить было. Я теперь вижу, есть она, есть она любовь эта. На, попей водички, попей. Ну тебя кто-нибудь полюбит, ну что ты? На самом деле, человек всегда, даже если он этого не осознает, он хочет любви. Он хочет, чтобы его любили по-настоящему, искренно, преданно. И любить самому себя, и любить самому. Так вот, человек — цельное существо, полное существо. У него есть и тело, есть и душа, есть и дух. Цель жизни человека — быть счастливым. Это цель по-настоящему, во всей полноте. Так вот, счастлив будет человек тогда, когда будут удовлетворены все его потребности, если мы говорим таким языком, как им вы говорите. Инстинкт на потребности, что мне нужно. И телесный, и душевный, и духовный. Что это означает? Это означает, когда я вместе с человеком и телесно, и душевно, я его понимаю, он мне нравится, он меня понимает, он меня чувствует. Он старается жить для меня, я стараюсь жить для него. И духовный тоже. Это означает, что я готов для него всем пожертвовать, он для меня тоже всем. Вот тогда у нас возникает глубокое-глубокое ощущение счастья друг с другом. Вот к этому, вот к этому. Стремиться интуитивно, сознательно, несознательно, бессознательно каждый человек. Сидим прям как взрослые. А мы и есть взрослые. Вот завтра пойдем поженимся, и никто нам слово поперек не скажет. Прямо завтра? А чего тянуть? Что получается, если мы, вот вы, молодые люди, соединяетесь друг с другом для того, чтобы только телесный инстинкт удовлетворить? С каждой такой встречи вы становитесь менее способными любить друг друга душевно. Еще менее способны духовно. Вы становитесь менее способными любить друг друга жертвенно, отдавать друг другу себя. А в этом и есть счастье — отдавать друг другу себя полностью и принимать во всей полноте другого человека. В этом и есть счастье. В этом и есть счастье. Так только человек может быть счастлив. Поверьте мне, так оно и есть. Я многих людей встречал. Всякий раз, когда вы даете волю своим инстинктам, вы приучаетесь ими жить, и только ими. Они составляют главную вашу, так сказать, потребность. Вы ее укрепляете, вы ее развиваете. Вы делаетесь зависимыми от нее. И потом вам труднее будет полюбить друг друга искренне, душой и духом. Чем больше вы вот даете волю таким инстинктам, больше в зависимости от них входите, тем менее вы становитесь способными любить друг друга настоящей, глубокой, искренней любовью. А она и есть счастье. У Казьмы Пруткова есть такой афоризм. Специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя. Мы не должны становиться специалистами в любви. Специалистами только в телесной любви. Тогда мы с животными будем, на животных похожи. Кому из вас нравится человек, у которого огромный-огромный флюс? Так вот человек, который только живет телесными инстинктами, он с таким флюсом уходит, только душевным. Стыдно про такое говорить. Ну, мне же никому не будет. Ты знаешь, я вот раньше все время думала, как-то люди целуются. Но им же нас и должны мешать. А теперь, вижу, не мешать нас. Вот вы сейчас молоды. И вам кажется, что жизнь состоит только из удовольствий. Но любой человек разумный, он понимает, что ему предстоит жить еще и в 20 лет. Он достигнет 30-летнего возраста. Ему будет 40 когда-то лет. Я не знаю, нравится вам Библия или нет, читали вы или нет, но у них есть, в Библии есть такая мысль. Я не буду цитировать ее точно по-церковно-славянски, но в переводе на современном звучит так. Молодой человек, девушка, заботьтесь о своем счастье с самой ранней юности, с тех пор, как вы стали сознательными людьми. Готовьте себя к счастью. Строите его. В переводе с вот этот совет на современный язык, на те термины, в которых мы сейчас разговариваем, это звучит примерно так. Не растрачивайте себя попусту. Ну, а теперь ты меня поцелуй. А то тебе вон сколько раз отымей ни разу. Ой, что ты, Илюшка, страшно. Лучше я потом как-нибудь. А то мы сегодня все переделаем, а на завтра ничего не останется. Учитесь любить искренне, настоящей любовью. Это что означает? Понимать друг друга. Видеть и понимать, и принимать душу другого человека. Видеть его недостатки и мириться с ними, или пытаться их исправить. Учиться для другого человека жертвовать всем, а его учить жертвовать для себя всем. А для этого нужно и терпение. Для этого нужен разум. Для этого нужна широта души и богатство души. Если вы не будете этого понимать, не будете к этому стремиться, будете жить только телесными инстинктами. Богатство вашей души сведется к богатству души животного, которые соединились, окупились и разбежались. Только ты не задавайся. А то парни как поцелуют девчонку, сразу петухами ходят. А нам это обидно, понимаешь? Понимаю. Чем кончается жизнь животного и как они его проводят, это естественно для них. Но люди все-таки созданы Богом для гораздо более высоких целей. Соответствуйте тому образу, который Господь в вас вложил. И когда предрассветный ветерок тронет штору, за окном грянет птичий хор, прошелестит первый троллейбус и прогремит первый трамвай, затеплит узоры обоев в золотистый отцвет зари и сделает различивым каждый волосок в рассыпанных на подушке прядях, тогда вы, случайно проснувшись и взглянув на икону в углу, где огонек лампады уже почти не виден в свете нового дня, скажете почти беззвучно «Благодарю», прошептав вслед за именем Божьим какое-нибудь нежное, только двоим известное имя. Поймите, испытайте, что раннее утро – это несравненное и непередаваемое прекрасное время, когда, не открыв еще глаз, чувствуешь рядом с собою, самого близкого, любимого и единственного в этом мире человека и со слезами благодаришь Бога за любовь, цельную и чистую, прошлую, настоящую и будущую. Инстинкта бы этого не достигнешь. Субтитры создавал DimaTorzok